и это был самый худший день моей жизни я потерял своего друга человека который помог человек который вдохновил человек который понимал я нашел поле мертвым его квартире после того как я пришел и мы должны были обсудить куда его деньги которые мы так легко подозрительно легко смогли взять из кассы почти без сопротивления него были большие две дырки ощущение что стреляли впритык судя по широко открытым глазам он увидел нечто такое чему не был готов уже это мог сделать я понятия не имею видимо сальери настолько зверел с жаждой наживы что просто не видит других способов решения с конфликтов кроме очищать хвосты я нанял похоронную группу я заказал самые лучшие похороны которую только можно себе представить даже дона сальери явно будут хранить низкими почестями я решил выбраться подальше жутко болела голова как будто в тумане мне не хочется идти домой сальери не знает что был с ним я иначе я бы не проснулся никаких звонков ничего не было быть может он еще уверен в том что я не знаю смерти боли но я так больше не могу и не могу жить в этом городе в городе где потерял того человека благодаря которому я остался еще здесь прекрасное живописное место мы любили проводить здесь вечера с моим другом ресторанчик это находится рядом с этим местом вот частным нашим прибежищем мы туда приходили выпивали несмотря на то что этот ресторан принадлежала враждующей семье до убийства морелла младшего нам были всегда рады нам наливали мы угощали мы рассказывали истории самые разные такое ощущение что и войны никакой не было менеджер всегда был приветливый всегда у него было что-то особенное вечер один из вечеров которые мы проводили там тоже для нас с поле был особенным он наконец-таки впервые поделился о том что у него на душе он долгое время не мог завести отношения потому что он терялся он не знал нужны ли они ему он никому не мог доверять потому что даже родители отказались от него в раннем возрасте он вырос на улицах его подобрал сальери он работал на него долгое время только лишь потом после длительных отношений в этой семье он начал доверительно относиться одному человеку к тому человеку которую всегда был рядом который всегда был готов прийти на помощь поддержать даже в те моменты когда далеко речь не шла каких-то незаконных делах этим другом был я даже когда у меня была перспектива пойти сарой в кино я выбирал помочь поле выбраться из той ямы в которую он сам себя закапывал морально он глушил все это алкоголем путался постоянно с девицами каждый день у него была новая пассия но ни одну из них он не представил мне может быть это страх может быть это неуверенность может быть что-то еще но в одну ночь он мне рассказал то мы сидели на побережье возле его дома была хорошая погода был спокойно душе ведь мы выполнили хороший заказ аддона нам открузили первоклассный виски я его попробовал и понял это именно тот напиток который я хочу испить на свадьбе своей дочери он сказал мне что наконец встретил ту самую которую не прочь был провести больше одного вечера для поле это было уже нечто невообразимое он рассказывал о том какая она прекрасна как она умеет сочувствовать за словом в карман в кармане полезет заткнуть за пояс его может удивительно ведь заткнуть за пояс не мог его даже я я очень возрадовался за друга в надежде на то что в будущем он сможет начать хорошую жизнь до которой вы не суждено было жить я виню себя во всем этом ведь он просто предложил я мог отказаться но жажда наживы и обида не дала мне другой выбор если бы я вернулся и я бы все отдал лишь бы остановить его и себя от этой глупой затеи помню просто как будто это было вчера я заехал к нему он сказал что есть одна халтурка которую можно выполнить и неплохо покуривать целый месяц когда он говорил покуривать это значит отрываться на всю катушку ни о чем не заботиться с алире не так много давал заданий но те что были хорошо оплачивались когда же у нас не хватало денег мы брались за разные сомнительные авантюры или чаще всего которые заканчивались полным провалом это сильно било по самооценке но до халтурка запомнится мне очень надолго когда едва не потерял его он прикрыл меня своим телом и его ранили в плечо я ничего не мог сделать он попросту убежал это было в чайнотауне мы грузили сомнительные ящики какой-то старый заброшенный мастерской а в ничего не было совершенно после того как разобрались со шпаной там оставались просто обычные бомжи но в этих ящиках казалось хочу запомнить все именно таким первозданным нетронутым где нет окровавленных полов где нет разбросанной мебели где мой друг не лежит на полу с огромными дырками оставленных после вероломного вторжения видимо на виду людей с которыми хорошо знаком просто хладнокровно убили его выполняя задание сальери просто тупоголовая куча горилл которых нет ничего святого это то самое место где мы проводили очень много времени где мы дискутировали и мы дрались да даже такое бывало он был очень импульсивный и часто со мной спорил ему было сложно что-то доказать но при этом он был довольно таки умен когда в чем-то серьезно был неправ он мог это признать мы выбили громадное количество алкоголя бывали моменты когда чуть было не сорвался на измену саре но благо поле даже в будущем в таком состоянии мог меня поддержать и в этом это были прекрасные времена они уже не вернуться так же как я не вернусь в эту квартиру не потому что я чего-то боюсь не потому что я опасаюсь что сальери догадается просто я физически не могу здесь находиться долго как приду сразу не имеют пальцы а ведь я проходил только лишь мимо его квартиры эти жуткие времена платили нас они помогли нам стать лучше несмотря на то мы занимались полнейшей херней и со временем начинаешь понимать что совершенно по-другому смотришь на жизнь когда ты под дулом пистолета поле я надеюсь простишь меня где бы ты не был дружище прости меня